Добро пожаловать на просмотр видео, с вами Данич, на ваших экранах игра под названием Russian Military Truck Simulator. Когда-то очень давно я снимал обзор на эту игру, вот подсказочка, кому интересно, посмотрите. И многим из вас зашла эта игра, собственно говоря, мне она тоже очень зашла, она по сути единственная в своем роде. Что ж, на нее очень давно не выходило обновление, и буквально пару часов назад на нее вышло обновление. Оно небольшое, я сразу говорю, но очень приятное. Что ж, два нововведения. Первое, это пофикшены какие-то баги, технические улучшения, ну и вот такая мелочь. Вы понимаете, что чисто визуально, ну, собственно, ничего поменяться не может. А вторая новость заключается в том, что добавили новую машину, а именно бронированный КАМАЗ. Трехосный, бортовой, вы просто посмотрите на его размеры. Вот он очень грозно смотрится, на самом деле, вот эти колеса, просто посмотрите, какие рессоры у него гигантские. Вот, в общем, моделька мне внешне очень понравилась. Вот здесь даже борта нету, прикольно, вот, чтобы залазить удобнее было. Как-то так, габариты у него проделаны, причем все отдельными такими детальками, все с нормальными текстурами. Текстуры лежат нормально, а то, знаете, иногда бывают баганные модельки, и на них, ну, смотреть противно. О, тут даже лебедка спереди есть, ничего себе, то есть, вообще полностью фаршированный КАМАЗ. Сверху дополнительный свет, лебедка, стекла тоже точно бронированные, подвеска завышена, сам весь бронированный. Вы посмотрите, здесь даже двери лебедки. Вот первая лебедка на бампере, и вторая лебедка на, получается, так скажем, на капоте. Что ж, внешне модель вызывает только положительные эмоции. Сейчас предлагаю переместиться в салон и посмотреть, как дела обстоят там. Когда я сел в салон, я подумал, а где же руль? Потом понял, что нужно опустить камеру чуть пониже. Единственное, мне одному кажется, что здесь руль как будто от какой-то BMW стоит. Ну, очень похоже, честно говоря. Но, знаете, иногда в броневиках ставят рули от других машин, поэтому здесь, так скажем, наши военные решили прикольнуться. Тут рулят BMW поставили, а почему бы и нет? С комфортом на броневике никто не запрещал ездить. Окна, как и полагаются. Здесь такие бойницы бронированные. Толщина стекол видно, что приличная, так скажем. Потому что стекла тоже нужно защищать. Вот. Салон сделан очень достойно. Никаких тоже претензий нет. Все суперски. Ничего не лагает. А то, знаете, иногда в салоне бывает плохая оптимизация, и прямо в салон садишься, а там FPS заметно меньше. Что ж, мы посмотрели машину снаружи и изнутри. А теперь поехали. Посмотрим, что с ней вообще можно, в принципе, делать. Здесь вот как раз гараж рядом. И мы посмотрим, что с ней можно делать. Потому что в этой игре машину можно перекрашивать, ставить тент и так далее. Посмотрим, какие функции есть у этого КАМАЗа бронированного. Так, заезжаем. Автомобиль. Ну. А, ну можно выбрать только привод и камуфляж. То есть обычный зеленый, который сейчас стоит. Потом камуфляж лесной и камуфляж арктический. Мне нравится лесной камуфляж. Я его и поставлю. Что ж, тип привода, ну не знаю. Я не хочу менять. Мне и такой нравится. Еще бы я разбирался в них. Что ж, вот так теперь выглядит наш КАМАЗ. Это просто мощь. Мощь трехосная. Обалдеть. Какая же у него мощность двигателя. Чтобы вот такую махину разгонять еще и так прилично. Так, ну сверху справа пишется, сколько оборотов в минуту. Я так понимаю, двигателю, ну, не особо-то и легко, должен сказать. По скорости, ну, смотрите, мы уже едем 30 км в час, 40 км в час. Напоминаю, это трехосный броневик. Мы покинули военную базу и сейчас будем продвигаться дальше. Кстати, ребята, обратите внимание, какая у него крутая подвеска. Вот, колеса все отрабатывают. Тут немного меня занесло, конечно. Ну, моделька с физикой. Причем не деревянной, нормальной физикой. То есть КАМАЗ скачает, вот так вот может опрокинуться. Это мы сейчас такой тест-драйв на полигоне устроим для него, чтобы потесить, в принципе, на что он способен. Но я так понимаю, что эта машина довольно выносливая. Да, в горку ему с нуля очень тяжело подняться. Но вот такие препятствия в виде подъема такого он преодолевает легко. Причем, опять же, с подъемом. Ну, что я хочу сказать. Давайте, кстати, от первого лица немного прокатимся. Так непривычно руль находится снизу, а тут такая бойница. Ну, в броневиках на самом деле так и есть. Поэтому тут уже привыкать нужно к такому делу. Что ж, ну, лично мне обновление очень понравилось. Я очень рад, что игра не заброшена, а на нее выходят какие-то обновления. То есть, вот здесь же вышел какой-то фикс. И плюс новая машина. Я думаю, кто играет в эту игру. А мне, кстати, про нее недавно тоже писали, что Данич, мол, сними эту игру, потому что она классная. Я говорю, уже обзор снимал на нее. Подсказка была в начале видео. Что ж, ну, я думаю, вот на таком вот красивом кадре мы закончим эту серию. Вот такая она коротенькая получилась. Очень красиво, ребят. Можете поставить на стоп и отскриншотить этот момент. Что ж, всем большое спасибо за просмотр. Ссылочка на игру, конечно же, в описании. А мы с вами встретимся в следующем видео или на стриме.